Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Веси Господи, Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя мое имя Святое Бог. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вашему вниманию хотелось бы предложить одну из важных, на мой взгляд, тем жизни Православной Церкви. Речь сегодня у нас пойдет об особенностях обрядов погребения в православной традиции. Сразу хотелось бы отметить, что давным-давно уже существуют как бы две параллельные традиции. Одна основана на предании Православной Церкви, является строго церковной традицией поминовения усопших. Вторая связана с некоторыми народными обычаями. Если говорить о строго православной традиции поминовения, то следует отметить, что в ней есть наиболее важные моменты и второстепенные. К важным моментам относится, конечно же, молитва. В чине погребения, которое совершается по смерти умершего, как бы напутственной молитвы Церкви, в уста усопшего вкладываются слова, обращенные к нам, ко всем молящимся о нем. «Прошу вас и молю непрестанно о мне молитве Христа Бога, чтобы не неизведен я был по грехам моим на место мучения, но чтобы вчинил меня Господь, где пребывает свет жизни». Эти слова указывают на первостепенное значение молитвы за усопших. Молитва Церкви многообразна. Это и церковное богослужение, начиная с чинопогребения, панихиды, литии, целые службы суточного круга, посвященные поминовению усопших. Это домашняя молитва, чтение псалтири по усопшим, чтение Акависта за единоумершего. Это и личная молитва своими словами, тоже угодная Богу. Вторая составляющая церковной традиции поминовения – это творение милостыни ради усопшего. Об этой составляющей очень редко задумываются. И творение милостыни вырождается в том, что закупают кружки или тарелки и раздают родственникам. На самом деле традиция милостыни очень древняя и важная в духовной жизни. В православной традиции милостыня должна быть адресной. Важно помогать конкретному человеку, нуждающемуся в твоей помощи. Выражаться милостыня может в финансовой поддержке человека, в пожертвовании ему продуктов, одежды, в иной какой-либо помощи, в которой человек нуждается. И мы можем ее оказать ему в наших силах. Творение милостыни, конечно же, не требует замен ничего. При этом, говоря о милостыне ради усопших, мы просим человека, которому помогаем, молиться за наших усопших сродников. В результате, самые главные составляющие церковной традиции поминовения усопших — это молитва и милостыня ради него. Второстепенным моментом поминовения и обрядов погребения усопших относятся поминальная трапеза, гроб, в который полагается тело, одежда, цветы, венки, которыми украшаются надгробие, крест или плита мраморная, которая возлагается на могилу. Все это вещи второстепенные и большого значения для усопшего не имеют. Параллельно с церковной традицией существуют и народные обычаи. Одни из них приемлемы, но есть и те обычаи, которые прямо противоречат церковному преданию, основаны на нехристианском языческом мировоззрении. И с точки зрения церковной участие в них, следованием расценивается как совершение греха. Один из самых, на мой взгляд, порочных обычаев поминовения усопших, которые распространены в настоящее время в народе, это провожание душки на сороковый день. Так оно называется в народе. Происходит это под сороковый день обычно, после смерти человека. Люди собираются в доме, читается псалтирь, внешне обставляется это как церковная традиция молитвы за усопшего, но при этом люди открывают форточки и двери, машут полотенцами, платками, провожая душу, якобы находящуюся в доме, где умер человек. Здесь важно говорить о православном понимании смерти и посмертном бытии души. Почему и в чем именно заключается порочность этого обычая? Дело в том, что по учению православной церкви душой своей человек всецело принадлежит миру духовному, и в момент смерти надрывается связь между душой и телом, таинственно установленная Богом при сотворении человека, и душой своей человек продолжает жить в мире духовном, не теряя своего самосознания, способности мыслить, чувствовать, устремляться воле к чему-либо. Тело без этой связи существовать само по себе не может, оно не самобытно, как душа. Поэтому тело умирает и подвергается биологическим процессам, установленным Богом в рамках мира материального. Следовательно, исходя из христианской антропологии, душой свой человек не пребывает в мире материальном, не подчиняется душа законам мира материального, будучи всецело по природе своей, связанным с миром духовным. Поэтому с точки зрения христианской антропологии, подобные обычаи провожания душки абсурдны. Но здесь есть еще одна особенность, затрагивающая духовную жизнь каждого человека. Ведь мы знаем, и по свидетельству священного писания, святоотеческой традиции, все заблуждения, ереси, которые давным-давно существуют среди людей, сеются в сознании человека, врагом рода человеческого, дьяволом. И когда человек следует и воплощает в жизнь эти заблуждения, выражающиеся в подобных обычаях, он становится пособником сатаны. Возникает вопрос. Когда мы молимся об усопших и желаем, чтобы наши молитвы услышаны были Богом, и Господь послал и подал то, о чем мы в молитвах своих просим у Него ради своих усопших, сродников, как мы можем рассчитывать на это и надеяться на это, совершая дело, противное Богу? Следующий один из распространенных в народе обычаев, не относящийся к церковной традиции, на мой взгляд, так же, как и провожание душки, порочным, являющегося порочным в духовной жизни, это закрывание зеркал в доме, где умер человек. На первый взгляд, это безобидная народная традиция. Но основывается, если заглынуть в глубину ее, разобраться, в чем заключается ее сущность, основывается этот обычай также на нехристианском мировоззрении и даже оккультном мировоззрении. Считается в народе, что душою своей человек может увидеть отражение умершего тела своего в зеркале, таким образом прийти в ужас и возникнут трудности перехода в загробный мир. Конечно же, с точки зрения православной, это совершенно абсурдное рассуждение. Но есть и положительный момент в этой традиции. Дело в том, что для христианина зеркало имеет практическое назначение. Никаких мистических свойств, никакого мистического значения в церковной традиции зеркалу не предается. И вот во время молитвы, исходя из особенностей устроения дома, зеркало может помешать или отвлечь от молитвы за усопшего. В таких случаях зеркала, которые находятся рядом с телом усопшего, закрываются, но исходя из практических соображений. Никакого мистического смысла в это не вкладывается. И если человек следует этому обычаю, исключая языческую составляющую, то, конечно же, он приемлем. Итак, если мы себя относим к православной церкви, считаем православными христианами, и нам важно, чтобы наши молитвы были услышаны Богом, следует непременно придерживаться строго православной традиции поминовения усопших, главными составляющими которой являются молитва и милостыня за усопших. Все остальное, или второстепенно, или, как мы говорили, вредно духовно. Таким образом, дорогие братья и сестры, чтобы нам не совершить подобных ошибок, поминая своих усопших сродников, нам важно обратиться к опытному человеку, поставленному церковью, для того, чтобы помогать в духовной жизни. Прежде всего, это священнослужитель. Если не будет такой возможности, то Церковь предлагает нам творение святых отцов. На мой взгляд, одна из важных книг, рассказывающая о православной традиции поминовения усопших, это книга с одноименным названием «Священный исповедник Афанасия Сахарова», в которую я хотел бы обратить ваше внимание. Песня «Священный исповедник Афанасия Сахарова» «Священный исповедник Афанасия Сахарова», «Священный исповедник Афанасия Сахарова», «Священный отец». Право, эта тема держа не заходится в силу.